Дружище, скорее, стайдфлэк за 3 секунды, если любишь лего-аварии. Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Юрич, и мы вновь, ребята, продолжаем с вами играть в лего, где я сегодня решил вспомнить старую рубрику, которая называется «Аварии в лего-каньоне смерти». Что ж, ребята, если кто-то со мной уже давно, если давно подписан на мой канал, то он знает, что сейчас будет реально очень круто и эпично, потому что мы сегодня будем устраивать, во-первых, разбивушки, которые будут, в принципе, сопровождаться падением машин в каньон и, конечно же, просто мега-крутыми взрывами. По поводу взрывов мне сегодня поможет вот такой вот грузовичок. Я специально взял, получается, махину, которая перевозит топливо, и, конечно же, мало того, что взрывается сам тягач, так же взрываются и каждый из его прицепов. Поэтому, ребята, сегодня мы с вами увидим, прям, не знаю, настоящую Хиросиму, потому что, мне кажется, что Хиронет не хуже, чем ядерной боеголовкой. В общем-то, ребята, если вам нравятся подобные рубрики, то обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал и пишите в комментариях, хотели бы вы видеть их почаще. Ну, а я сажусь за свою просто машину. Машину смерти. Вы только посмотрите, какой он длинный. Просто обалдеть. Очень длинный и очень взрывоопасный. Как всегда, по традиции, будем смотреть на взрывы слоумо. Так будет намного интересней. Ну и, собственно, я грузовичок свой менять не буду. Будем менять только машину, в которую мы будем врезаться. Так, четвертая передача. Замедлялку я сразу включаю. И, кстати, топит. Топит, топит нормально. 75 км в час. Так. Удар пришелся довольно-таки на крепкую поверхность автобуса. И автобус остался более-менее целый. Но, тем не менее, ты посмотри, что происходит с нашим грузовиком. Еще одно неправильное движение. Где-то не так он цепанет. И это будет взрыв. Нифига, кстати. А он летит довольно-таки хорошо. Но он летит на камне, ребята. Сейчас будет бум. Мне больше всего нравится, как летит автобус. Он такой, знаешь, кому-то не при делах. Кому-то его там не было. Обалдеть. Просто минус водитель, минус кабина. Просто сейчас жахнет, ребята. Сейчас жахнет. Автобус почему-то остался целый. Нужно было, конечно, бить ему куда-то в край. Бам! А вот, пожалуйста, вам и ядерный взрыв. Вы только посмотрите, какой мощностью обладает просто одна бочка. Это взорвалась только одна бочка. Вторая еще падает. Господи. Господи. А где грузовик? Это взорвалась вторая бочка. А вот он, грузовичок. Грузовичок, вы посмотрите. Так. А Боб живой, ребята. Боб живой все еще. Да ладно. Он просто в этой кабине выживает. Это все, что осталось от нашего грузовика. По факту это вообще нереально. Да ладно. Как он не взорвался, я не понимаю. Как ему повезло. Господи. Хэштег Боб живи. Не умирай, Боб. Я верю в тебя, бро. Просто остановись. Остановись и останься в живых. Оу. Блин. Она ему то, что по голове проехала. Блин. Пишите в комментариях, ребята. Пока Боб не остановился. Выживет он или нет. Вы только посмотрите, как опасно. Боб живой. Нет. Она продолжает падать дальше. Стой. Боб жив. Да ладно. Боб жив. Он просто сделал невозможно. Он упал с каньона. Вы посмотрите, какая высота. Он прошел через два. Просто мега взрыва. Он лобовушкой на грузовике врезался в скалу и остался в живых. Кстати, от автобуса ничего не осталось. Ай-яй-яй-яй. Жопа подгорела немножко у Боба. Вот, в принципе, наш автобус, который не получил абсолютно никакого урона при ударе, потому что скорость была не такая большая. Думаю, что в следующий заезд мы это дело исправим. Но, в принципе, он взорвался. Он не долетел. Он не дожил. Но то, что Боб остался в живых, это прям вообще красавчик. Это шанс один на миллион, ребята. Ладно, меняем автобус на что-то более-менее крутое и продолжаем. В общем-то, ребята, не знаю, как мне пришло это в голову, но я поставил сюда вертолет, который уползает. Алло, бро. Ну-ка, стой. Пробел. Вот, он вроде стоит. Поэтому догоняем, 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 чтобы не удрал. Просто топи сразу на четвертой коробке передачи. Разгоняйся. Блин, адский грузовичок. Он просто реально адский. Он очень медленный, потому что очень большой. Но, тем не менее, его можно раскочегарить даже до соточки. Чем, в принципе, я сейчас и пытаюсь заняться. Так, ой, мы немножко не туда поехали. Ой-ой-ой, по горам. По горам опасно, опасно, опасно. Господи, мы что-то задели. О-о-о-о. Грузовик налетел просто на ракету вертолета. Серьезно? Я забыл, что он полностью укомплектован. Вы посмотрите просто. Вы только посмотрите, что произошло. О-о-о, там, смотри, там стена просто дыма. Ничего не понятно. От вертолета ничего не осталось. Боб! На этот раз Боб... Да. На этот раз у Боба 0 хп, Боб умер. Хе-хе. Бобу хана. Можете посмотреть в нижний правый угол и увидеть, что у него 0% жизни. Блин, ну это жестко. Это жестко, на самом деле. Очень красиво, очень эффектно. Но выжить было нереально. Смотри, а еще вторая осталась, между прочим, у нас. Бочка. Бочка-добивашка. Бочка, которая почему-то не взорвалась. Почему? Что не так с тобой, бочка? Бум. Да ладно. Да не может быть. Она пустая? Я не верю. Рванет или не рванет? Вот в чем вопрос. Рванет. Хе-хе-хе-хе. Просто рванет. Потому что по-другому и быть не могло. От вертолета ничего не осталось, ребят. Ничегошечки не осталось от вертолета. Вот, в принципе, все, что было. Я, на самом деле, немножко не рассчитал с вертолетом. Я забыл, что у них есть боевой боекомплект из ракет. Поэтому, конечно, взрыв у нас получился немножко раньше. Ладно, не страшно. Главное, что красиво. И думаю, что вам понравилось. Пишите в комментариях, что думаете. А я меняю вертолет на другую машину. Ну что ж, ребят. Попробуем сделать еще один заезд. Теперь против нас будет фура. Обычная фура, которая перевозит коробки, как минимум. Поэтому, я думаю, что взорваться она не должна. Главное, чтобы не взорвались. Мы пока едем. Поэтому я пока включу бессмертие. Дабы разогнаться. Разогнаться побыстрее. Но, блин, что-то здесь слишком много бугорков. Слишком много ненужных бугорков. Так. Момент удара есть. Хорошо пришелся удар. Прямо посередине фуры. А мы ее забираем с собой. И это Джон Сина. Просто ты посмотри, как он ее прокинул. Она на самом деле такая здоровая, что, наверное, я не знаю. Тут, наверное, ну том 50-60, наверное, есть все вместе. Плюс, если бочки еще заполнены до конца, то это вообще обалдеть. Просто адская машина. Так. Красиво летим. Если сейчас рванет бочка, если она сейчас рванет, то, в принципе, нижняя фура должна тоже разлететься от осколков. Вот это вот интересно. Делайте ваши ставочки. И смотри, они сейчас в воздухе... Воздухе, воздухе, смотри. Она прямо на нее падает. Да ладно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как она еще не взорвалась-то? Прогибом, прогибом летит. На самом деле, интересный момент, потому что я думал, что она прямо сейчас взорвется и, в принципе, от первой фуры, в которую мы врезались, ничего не останется. Но, тем не менее, за счет того, что мы намного тяжелее, плюс у нас была скорость, и мы улетаем дальше и... Взорвемся первыми. Ой-ой-ой. Ой-ой. О, если он не взорвется, это будет, не знаю, это будет, наверное, самое эпичное, что вообще могло бы случиться. Бессмертие я отключил, все нормально. Господи! Просто минус Боб! Минус Боб! Хотя Боб опять сидит у себя внутри кабины. Господи! Вот теперь точно минус Боб! Вы только посмотрите, как ему не повезло на этот раз. А, получается, что задняя цистерна прямо прилетела на крышу и взорвалась возле нее. То есть Боба прямо оттуда буквально выкинула. А вот что осталось от второго, между прочим, грузовичка. Так. Он еще на ходу, да? Он еще на ходу, ребят! Он еще на ходу! И вот кому повезло, так это ему. Блин, ну вообще нормально! Вообще хорошо, что это было! Что это было просто! Я не знаю, на что он наехал, но грузовичок рванул, сетонировал просто. Обалдеть! Ну, что ж, я, в принципе, хотел увидеть красивые взрывы, и я их сегодня точно увидел. Что ж, ребята, сейчас будет реально мясо, потому что я еду на самый крутой обрыв вообще, который есть на этой карте. А пока что включил бессмертие, чтобы мы могли доехать с вами. Ты смотри, я меняю камеру, и камера от лица... А, нет, есть все-таки от лица водителя. Я уже думал, нету. Так, стараемся разогнаться. Там нас ждет газелька, ребят. Нас ждет газелька, которая, кстати, с газовым баллоном, что не совсем хорошо, но тем не менее... Я раскочегарил, наконец-то, нормально. Да. Ой! Ой! Ты посмотри, что произошло! Господи! Это, это, это фиаско. Господи! Ха-ха-ха-ха-ха! Вы только посмотрите, газель просто улетела. А если кто-то не понял, что произошло, я случайно, короче, нажал кнопку Е, чтобы выйти из грузовика во время его движения, и получается, что Боб своей задницей остановил целую фуру. Да он, мать его, терминатор. Только это, наверное, объясняет тот факт, что он остался в живых, пока падал первый раз. Пишите в комментариях, что думаете, как вам такой поворот событий. Так, я разгоняюсь опять-таки. Опять-таки разгоняюсь и постараюсь больше не нажать букву Е, а то получилось не совсем камильфо. Так, давай. Там скорость была очень хорошая, что-то вроде 100 километров в час, наверное, точно было. По крайней мере, должно быть. Должно, должно, должно. Я держу на ручной коробке передач. Давай, 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 давай! 100 км! Замедлялка пошла. Просто 102 км в час. И прямо в задницу сейчас газели. Бум! Хороший удар! Типа, посторонись, бро! Да ладно! Газель отомстила! Просто отомстила с вертухи! Вы видели, как она красива своим передним бампером взорвала, получается, бочку с топливом? Вот это я понимаю взрыв! Вот это прям на миллион! А может, слушай, наш Боб, это Вин Дизель из Форсажа? Что думаете? Бам! Спецэффекты, по крайней мере, тоже такие же. Как минимум, не хуже. Ха-ха-ха! Блин, обалдеть! А вот он, наш Боб, но Бобу хана, конечно же. Бобу просто хана. Так, все, я вышел. Обалдеть! А где газель? Это все, что осталось от газели? Серьезно? Да! Это все, что осталось от газельки, ребята! Что ж, ну такая была сегодня серия. Мы с вами вспомнили каньон смерти. Мы разбивались на просто очень взрывоопасном грузовичке, наполненном топливом до предела. И мне кажется, что взрывы в этой серии были действительно очень даже крутые. В общем-то, хэштег Боб живи! И обязательно, дружище, подписывайся на канал, если ты на нем новенький. Не забывай прожимать лайк и вступай в группу ВКонтакте. Также у меня есть в Дискорде, вы можете пообщаться друг с другом. Все ссылочки находятся в описании под видео. Всем спасибо за просмотр, ребята! И до скорых встреч! Кричит Боб, падая в каньон. И думаю, что сейчас жахнет. А может и не жахнет. Не жахнет! Не было, не было газовых баллонов, по факту, в газели. Поэтому все у Боба хорошо. Я думаю, что все у него наладится. Но кроме машины, по крайней мере. Потому что ремонту теперь она не подлежит. Ладно, ребята. До скорых встреч! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok